Южноуральские общественники поддержали Владимира Путина. Президент потребовал от Госдумы принять закон о квотировании выбросов промышленных предприятий этой весной. Представители экологических организаций из Челябинской области этот шаг назвали долгожданным. Ведь о введении новых правил работы для промышленников на Южном Урале говорят два года, но сроки принятия постоянно сдвигались. Жесткие сроки для парламента Владимир Путин поставил накануне, во время послания Федеральному собранию. Это по сути программное заявление главы государства, стратегия жизни страны на год. И сомнений в том, что поручение будет выполнено, не остается. При этом челябинские общественники уже заявили, они готовы помочь с исполнением закона о квотировании выбросов. Мы, общественники, будем пристально следить, чтобы эти указы президента выполнялись нашими промышленниками, нашими промышленными гигантами, предприятиями-загрязнителями. У закона есть огромные перспективы. Это поможет внести реальный эффект на снижение негативного воздействия. То есть, когда ты уже будешь следить не только за своими выбросами, но, грубо говоря, за выбросами соседа. То есть, это комплексный подход. Планируется, что квоты на выбросы введут в 12 городах, которые были включены в майский указ президента. Объем загрязняющих выбросов в них должен быть снижен на 20% до 2024 года. Есть в этом списке Магнитогорский Челябинск. Столица Южного Урала готова стать в проекте по квотам на выбросы пилотной территории. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, подчеркнув. Мы можем взять на себя полномочия введения сводных расчетов, квотирования выбросов в атмосферу. Расчеты для каждого предприятия будут опираться не только на индивидуальные замеры, но и ситуацию во всей промышленной зоне. Учтут транспортную составляющую, близость к жилым территориям. А первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.